Он не такой уж и взрослый, но всё равно, если ему просто говорить «иди мои руки», то как-то это плохо работает. Он так быстро научается обходить мои серьёзные волевые решения, что становится обидно. Я так долго росла, так долго готовилась, чтобы выразить свою волю «иди мои руки», а он так быстро в свою сторону и совершенно не реагирует. Но если связать это с какой-то игровой штукой, то почему-то это происходит. И дети, и взрослые в игре лучше обучают. Из опыта работы абсолютно однозначно. У меня ни одно занятие везло. И то, что результативность гораздо больше, не важно, дети и взрослые. Не важно, дети и взрослые. Это была рука? Да. Я просто вспомнил тезу Бейтсона о том, что второй уровень обучения связан больше с повторяемостью. И в серьёзной ситуации повтор для человека очень сложен. Ну, то есть, если я потерпел неудачу, и мне нужно опять это повторить, это серьёзно и критично для психики. Но это не хочется делать. Да. А в игровой ситуации повторы даже обязательные. То есть, мы всё время повторяем и повторяем даже неудачные ситуации, даже тем более неудачные ситуации. Чем неудачнее ситуация, тем быстрее она в игре будет повторяться. Таким образом, игра в этом смысле, это уже переход на следующий уровень обучения. То есть, это не просто повтор, это ещё и преодоление. Повтор даже неприятных ситуаций, преодолений. Да, совершенно верно. Ну, скажем, обучение в школе.